В сложной ситуации оказались преподаватели чувашского языка в республике во время дистанционного обучения. Если их коллеги по другим предметам могут использовать методики с разных образовательных порталов, то у преподавателей родного языка и литературы таких возможностей не было. Республиканский институт образования на базе одной платформы разработал специальный формат, где преподаватели чувашского со всей республики обмениваются практиками и используют их на своих уроках. Кирилл, микрофонияман. Виделаев, Матон. Любовь Адюкова, учитель чувашского языка и литературы Большояльчикской школы, начинает дистанционный урок для восьмиклассников с проверки домашнего задания. Ее ученики подготовили презентации и видеоролики по рассказу Михаила Юхмы о жизни молодого волка, который отбился от стаи, нашел друга среди людей, а потом столкнулся с жестокостью человека. Возможно, в видеоролики были в порядке. За полчаса занятий учитель успевает оценить подготовку ребят и объяснить новый материал. На уроке педагог использует видеоролики, презентации, тестирование по вариантам и все дистанционно. Мы, так и как на уроках, делаем анализы. Дети со мной разговаривают через это приложение. Мы видим здесь живой звук, живой диалог у нас получается. И это детям очень нравится. Вот они видят друг друга, общаются вместе. Вот когда первый раз мы вышли в контакт с детьми, они сначала истеснялись, как-то вот увидели друг друга и не хотят разговаривать, а потом как-то уже привыкли. Готовиться к дистанционному уроку намного сложнее, чем к обычному, говорит Любовь Адюкова. Видеоролики, тесты, инфографика – и это практически каждому занятию. Сейчас многие учителя чувашского языка помимо своих разработок берут материалы с платформы Я-класс. Там создан онлайн-методический центр. Я-класс. Там, конечно, для учителей других предметников все готовое есть. А для нас, для учителей чувашского языка и литературы, там готовых материалов не было раньше. И мы сами это туда все добавляем, скачаем. Учителя и родители при организации учебного процесса ищут выходы из разных нетипичных ситуаций. К нашим данным трое учащихся нашего района не имеют интернет-связи. С этими учащимися учителя работают через телефонную связь. Они дают задания по телефону и основной упор сделан на устной части ответа. Отвечают устно, также по телефону. Специалисты советуют не огорчаться, если что-то сразу не получается. И воспринимать ситуацию как опыт, который будет полезен и после пандемии. Татьяна Трофимова, Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.